привет всем ребят не знаю сейчас буду расклад делать или нет либо так поговорим с вами в общем меня интересная очень сейчас распаковка пошла это будет для вас тоже важно услышать да особенно для тех людей кто занимается своей своим развитием трансформации и работают с людьми другими да я вообще вышла за грани своего как бы ну за грани комфорта наверное вот так именно в плане того что мне предоставилась огромная такая возможность проявить все свои наработки которые я копила в себе и здесь они раскрылись конечно в полной мере и эти наработки вы знаете касаемо например раскладов ну это понятно хотя тот расклад который я делала для людей я здесь делала для людей расклады каждому я ответила очень точно на вопрос его то есть и это было знаете как обычно я делаю один на один например индивидуальный расклад а здесь мне пришлось включиться именно когда компания много людей да и все с разными вибрациями а мне надо читать поток понимаете вот ну для меня тоже кстати стало важно то что к этому надо более серьезно относиться да к информации которую например мне идет да есть какие то вопросы которые я увидела там и я понимаю понимала что я не могу не имею права просто говорить человеку в этот момент в общем как сказать в общей компании да там ну серьезная ситуация была понимаете вот я наверно впервые в жизни я не не сказала не сказала знаете не отвратимых вещей вот именно необратимость когда я дала человеку надежду чтобы хотя бы один день он успокоился и не думал уже об этой ситуации вот но для меня это был вообще показатель потому что на следующий день я я поняла информация вообще подтвердилась мне то что мне говорили да через поток и и что есть вещи которыми ну нельзя просто к ним относиться знаете так как развлекаловка и что ли вот так особенно когда касается информация например ну таких серьезных вещей вообще и во первых моя энергетика она уже я не раз сталкивалась с тем как она работает она людей как она действует всегда запускается процесс трансформация это всегда больно и болезнь то есть пространство чистится моментально я как трансформатор захожу в пространство и начинается вот это броуновское движение то есть по выпихиванию того что должно быть разрушено понимаете это поразительно ломались приборы ломались люди ломались люди вот я проявил конечно свои качества именно целителя как я вам говорил уже да да я понимала либо сейчас либо никогда да я взяла этот но это единственно правильное решение наверное было в этой ситуации я и стреляла человека прямо в дороге причем он был за рулем он вез людей я была рядом и я именно применяла свои свой талант целителя тот дар который мне высшие силы до открыли во мне и для меня это конечно знаете фундаментальный опыт фундаментальный потому что я вообще перестала брать людей на чистки на исцеление потому что понимала что до определенного момента нет не хочу за это браться как бы не сейчас не сейчас а вот в этот момент я поняла что я должна помочь этому человеку просто облегчить его состояние вот и всю дорогу я я видела просто что человеку очень плохо и очень больно да а я всю дорогу него держала просто держала в этом поле в энергетическом да ну и физически я тоже держала его а он за рулем понимаете я конечно энергетически очень сильно устала просто капец его отвезли в итоге в больницу то человека сейчас он в больнице лежит но ему стало немножечко легче то есть его отпустила она как знаете волнами то отпускала то опять то есть такое состояние а в горах там ну ты не можешь сойти с дороги просто да и вот именно в этот момент мне пришло то есть я никогда не предлагаю людям свои какие-то типа ну давай я тебя поцелю да а здесь я если ты позволишь давай попробуем ему уже было все равно там потрясающе я знаете я просто просканировал человека я стала видеть людей очень точно что у них болит где болит и соединяющийся допустим в коммуникации с людьми у меня такого опыта никогда не было чтобы я настолько с такими разными людьми коммуницировала вот один на один знаете и это меня тоже взрастила определенным образом я вот с вами разговариваю сейчас я понимаю что я сейчас другая немножко я спокойнее стала да и как будто я пришла к своей сути изнутри поэтому мне не хочется никому чего доказывать да ничего не хочется доказать что определенные в определенное время вот у вас есть шанс например поменять вектор своего движения причем судьбинный вектор понимаете это вот важно именно в этот момент ты берешь этот шанс кто-то не берет этот шанс кто-то опять остается как будто зависимостью не слышит высшие силы да ладно немножко посмотрим с вами на сколько на 9 минут с вами наболтал да ладно посмотрим с вами чуть-чуть у меня сил вообще нет я хочу спать безумно хочу спать потому что я в дороге была в дичайшем напряжении ну как в дичайшем напряжении понимаете когда человеку больно рядом я не имею права раскиснуть и сделать но я устала я очень устала у меня энергетически вот и целители кто кто с этим сталкивался они знают да что первым индикатором того что происходит исцеление да то есть ты человеку даешь свою энергию импульс да это твое состояние целом да руки они становятся как будто ты гири поднимал как они тяжелой становятся вот эта энергия она прям вся ж да здесь была опасная ситуация очень вот у меня была очень опасная ситуация понимаете за рулем человек и он теряет сознание вот как я рядом с ним и я и должна что-то ему говорить для того чтобы я говорю говорю причем мне снится сон или перед тем как это случилось вообще эта ситуация сон очень хороший сон про как раз этот человек и мне приснился что я его исцеляла мне приснилось именно это перед тем как это произошло на самом деле мне приснилось что я ему даю свою силу импульс для того чтобы да чтобы получить результат действия какой-то да не знаю эфир будет не для всех ребят кто там начнет чуть писать я даже не хочу это читать честно говоря мне это так неинтересно стало вот это вот возня какая-то мышиная возня когда начинается давайте я для вас посмотрю просто три минутки ребят в каком вы сейчас это соединение со своей внутренней частью вы знаете когда ты соединен внутри с собой со своей самостью и сутью внутри и ты раскрываешь другому человеку свое сердце и свой потенциал ты берешь этот шанс ты не отворачиваешься ты не делаешь вид что у меня сначала знаете как первая реакция была ну чё я буду предлагать там человеку там и тут наверное впервые в жизни я говорю давай давай я попробую давай я сделаю то есть брать шанс два мастер процветания скрытые маневры а я поняла ситуация знаете когда она она не такая простая как может показаться на первый взгляд например люди которые не сталкивались никогда с энергетическим там ну с энергиями грубо говоря да и мне объяснить что происходит то вообще да июль да нет это все ерунда это этого не существует или ты все наговариваешь ты думаешь я говорю нет игры это тонкие вещи которые я вижу да здесь скрытая ситуация когда у вас возможно тоже в жизни сейчас происходят скрытые моменты вам просто нужно на это обращать внимание не будьте как в танке вот едут люди в танки и не замечают я кстати поразилась есть люди восприимчивые а есть те кто действительно как в танке как в броне я например видела детей а здесь все жители здороваются ну особенно с гостями потому что ну для них мы как с луны свалились понимаете в горном поселении где-нибудь и вот они здравствуйте дети а вот эта компания людей которые приехали из разных городов они даже на это не обратили внимание мне это так поразило просто ну что я на это обращаю внимание кто-то нет кто-то слишком когда тонкие моменты кто-то настолько толстокожие что пропускает это мимо себя а чё такое прям двойной па-а-а смотрите здесь два потока информации и про девочек, и про мужчину. А смотрите, если касается просто вот сейчас мужчины, которые не умеют переворачивать на себя, прям для вас информация идёт. У вас настолько сильный внутри импульс к жизни, желание жить, огонь внутренний, который вас ведёт. Ни хрена не видно, да? Это неупиваемая чаша, это бесконечность, символ бесконечности. Это любовь у вас, и это приверженность цели. Это светимость внутренняя ваша. Она вас настолько преисполняет, как будто вы идёте... Ну, здесь двойной король огня, понимаете? Это как будто король огня в кубе. Плюс он заземлён ещё, этот человек. Что ж. Вот, ковры местные. Обратите внимание, да. Для девочек... У вас как будто... Очень быстро вы... Либо познакомитесь с таким человеком, либо какое-то знакомство я вижу. Либо он... Вы уже его знаете, этого человека. Тут прям идёт какой-то фундамент. Знаете, какой-то стабильный союз. К чему вы готовы сейчас к союзу с таким человеком? Потому что, ну... Да, такое надо выдержать ещё. Победа над страхом. Начните сегодня. Вот о чём я хотела сказать. Победите свой страх. Я, причём, знаете, была уверена абсолютно. У меня не было страха внутреннего. Когда я делала действия, да, определённые, которые требовались от меня в данный момент. У меня не было страха, ни... Ни страха осуждения, ни страха того, что мы упадём в пропасть. Потому что я была уверена абсолютно, что этот человек вывезет нас. Да? И я на своём импульсе, я понимала, что мы выйдем в итоге... С этой дороги. Ну, потому что, знаете, как по этим горам, когда ты катаешься, там сошли сели где-то, где-то обвалы. А человеку безумно больно просто. Вот он мучается. Ему в больницу надо, а он нас везёт. Понимаете? Вот это настолько меня вообще потрясло. И как закрутилось пространство. Ведь ничто не предвещало. Я понимала, что одна девушка вынуждена была уехать из этого тура, да, причём на следующий день, причём, ну, да, срочно. Случилась вот эта ситуация с моим проводником, который, ну, серьёзно заболел, да. Всегда надо, знаете, как бы придерживаться человечности, вот что. Быть человеком. Быть невинным. Быть чистым внутри, вот как. Чистым внутри. Кстати, вот эту чистоту внутри многие заметили. Ну, ты, я общалась потом, да. Я так получилась, что я общалась один на один, например, потом. С людьми. И мне сказали, что я именно тебе могу сказать это. Потому что во мне видели именно вот эту человечность и чистоту внутреннюю. Не знаю, сегодня какой-то эфир будет, и болтология ни о чём, возможно, для вас покажется. Знаете, есть ситуации, когда у вас нет выбора. Либо надо действовать, либо закрыть рот и не высовываться, вот. То есть выбор без выбора или иллюзия выбора. Знаете, как все думают, что, а, у меня много на самом деле путей, я могу и так поступить, и так, и так. Нет. Ты можешь поступить либо так, либо так. Всё. Либо ты остаёшься человеком, либо нет. Причём чувствовать границы другого человека и свои границы. Чётко отслеживать. Да. С внутренней правдой просто действуйте всегда. Внутренняя правда – это ваш камертон, это ваша тональность, на которой вы вибрируете и звучите. Если у вас там диссонанс, если у вас там какая-то грязь, если там не вычищенные, знаете, люди разные, да. Кто-то горстка подлеца немножко есть, труса и так далее, да. А есть люди, которые как будто из чистого, из чего-то чистого состоят, понимаете. Я сейчас не про себя говорю. Я в целом заметила просто, как пространство настолько точно отражает вообще людей вокруг. Как я на самом деле, вот я сюда приехала, да, я сразу поняла, что с этим человеком, с моим проводником, да, и он подчёркивал, что я проводник, я не аниматор, я не гид, я не ваш развлекательщик, там, развлекать вас, да. У нас три было проводника наши. Очень крутые ребята. Ребята, я буду всем советовать просто ехать именно в личку, если вам интересно, то я вам напишу фамилии этих ребят, тех, кто действительно болеет своим делом, то есть, которые делают его хорошо. Это вообще мужчины просто, вот такие. Как я поняла с этим проводником, что вот мы как глазами встретились, я понимаю, так. А у нас будет контакт какой-то, что-то будет уже. Я чувствую именно, знаете, как энергетически это, вот, без примеси какой-то, вот, чтобы вы не подумали там. И потом выясняется, что мы родились в одной стране с ним, что у нас много общего. Вот, и в конце я ему сказала, что ты мне как брат. Вообще, конечно, очень тепло попрощались с этим человеком, да. Сейчас с ним все хорошо, он в больнице лежит. Но для меня это был колоссальный опыт. Колоссальный опыт. Я приняла вызов этот и стала лидером, понимаете? Вот лидерство приняла. Когда я знаю, что я могу сделать, да, для человека. Когда я могу помочь. Не навязывать, не простраивать как-то, не прогибать вселенную. А именно, конечно, прогибать ее тоже правильно нужно. Я ее прогнула правильно. Девочки, вот вы сейчас будете получать плоды своего труда. Вот то, что вы вложили в себя, да, в свои практики, в свои проработки, в свои чтения. То, что вы там изучали долгое время. Знаете, как будто тебя привели к этой точке, понимаете? Высшие силы вели тебя к этой точке именно. То есть ты нарабатывал, нарабатывал, практиковал, практиковал. Ну, там, внутри сам с собой, да, что-то там познавал. А тут тебе вызов, жизнь дает. Вот сейчас ты берешь этот вызов или нет? Или ты отмалчиваешься? Или ты сидишь в соронке и думаешь, ой, да нафиг, моя хата с краю? Или там, ну, какой-то, знаете, малодушие проявить, например, да, или трусость и так далее. А здесь я поняла, что, ну, то, что от меня требовалось, очень интересно. А, понятно. Еще раз, кто хочет нагнуть пространство и просто перейти в какое-то другое измерение 5D, там, 3D, ну, хорошо жить, чтобы, знаете, в 3D реальности, в Матрице, ну, классно, чтобы жопка была пристроена хорошо. Вот, я вам могу сказать, не получится пройти в это игольное ушко, в этот портал межпространственный, межгалактический, я скажу так, да, не получится, потому что вы пройдете именно в дынище своей жизни зайдете. Если внутри вас есть грязь и нечистота, нечистоплотность какая-то, если же вы берете за каждое свое действие ответственность, когда у вас, знаете, внутри стальная воля, стальные яйца, да, хочется сказать, тогда да. Кто болтается в луне, кто в иллюзиях, кто-то в иллюзиях, это вас погружает еще больше в трудности. Необходимо действовать, активность, еще раз, только активность внутренняя ваша, причем, знаете, здесь глубина проработки вашей и огненный импульс плюсом, то есть это заземленность, но с огненным внутри протуберансом или импульсом, как хотите, назовите, то, что как бы луч из вашего, из вашей третьей чакры, да, выходит, этот луч как раз как маяк действует на людей, то есть они его видят, считывают, энергетику считывают, да. соединение, ребят, я смотрю, все равно какого-то необычайного человека, знаете, у вас партнерство прямо идет какое-то очень крутое, мужчина, который познал как будто свою тьму и при этом он он был на грани, и знаете, здесь любовь взаимная и счастье, наполненность, исцеление, о чем я говорю, душевное партнерство, когда они не настолько похожи, вот близнецовые пламена опять, тема близнецовых пламен, боже мой, здесь понимаете как, здесь импульс огненный, страсть просто безумная, но при этом горячая, горячая какая-то пара будет, вот я здесь вижу просто горячую, да, охраняемый этот союз, я скажу высшими силами, да, это космический ваш союз, с вашим космическим партнером, звездным партнером, то есть если вы со звездной системы, то и он тоже, знаете, он будет отражением вас, а вы будете отражением его, я просто глаза слепаются, ребят, ну, понять, простите, кому-то надо дочистить кармические узлы, я не знаю, кто опять карму свою, никак не закроете, как будто эту тему, вы идете просто в счастье, тут стабильность, тут мужчина очень заземленный, вот знаете, как он в себе сочетает все стихии вообще, все, причем он отражением вас, как зеркало, и по вибрациям вы с одной системы, я не знаю, я сегодня вообще не по-русски буду разговаривать, понять, простите, здесь расширение вашей жизни, идет поле вашей жизни, поле вашей энергетики, здесь творческий аспект, во всем, да, подход творческий, наполненность, чувственность, удовольствие, вкус к жизни, проявленность, ну, настоящая любовь, знаете, здесь зарождение настоящей чистой любви, чистая любовь, зарождение чистой любви, ну, да, это по вашим хроникам Акаши, знаете, как будто вы книгу судьбы, свою в Акаше взяли, да, ну, кто-то так делает, например, я смотрела всякие варианты своей судьбы, да, ты просто открываешь ее на определенной странице, понимаешь, что вот, вот это квинтэссенция моего пути, да, то, к чему я так долго шла, например, из воплощения в воплощение, кстати, нахрена вам из воплощения в воплощение один и тот же партнер, поэтому вы и карму никак не можете вычистить, потому что вам из воплощения в воплощение попадается один и тот же человек, ну, по сути, да, душа-то, она одна, да, она путешествует из жизни в жизнь, в той жизни вы были матерью и ребенком, в этой мужчины и женщины, там, где-то, в какой-то пространной реальности, он был, там, допустим, императором, а вы, там, из какого-то другого сословия, и, короче говоря, вот, и все равно каждое воплощение, как будто люди не делают самого главного выбора, а выбор тут один только, либо ты идешь в любовь, и ты остаешься человеком в любой ситуации, либо нет, всем кажется, что я могу объегорить судьбу, но нет, не получится так, ты не нагнешь судьбу свою, вселенную там, да, и из жизни в жизнь вы уже проходили это тысячу раз, одно и то же, что он, например, из-за воплощения воплощение человек вас либо предает, либо оставляет, либо убивает, либо еще что-то, а вы ему что-то делаете хорошее, например, наоборот, да, вот, так вот здесь я вижу, соединение двух душ это новое качество, понимаете, это не та душа, которая вас, как кармический ваш партнер, который из жизни в жизнь не выбирает вас, допустим, а вы его, то есть у вас постоянно какая-то идет опять грязная карма, опять надо чиститься, каждую жизнь вы просыпаетесь, да, ну, там, рождаетесь, просыпаетесь, и снова здорово, снова здравствуйте, одно и то же, ну, да, из жизни в жизнь, боль, разочарование, потери, сердечная боль, глубочайшая просто травма, либо высшие миры магия, когда ты понимаешь, что ты с человеком, и этот человек по твоим вибрациям, это другого качества человек, но опять же, ваш дьявол, знаете, в чем? Вы боитесь, вы боитесь до усрачки, принять вызов судьбы, боитесь, знаете, у кого-то непроработанный базовый страх смерти, чего вы боитесь, правда, я вот этого понять не могу, чего бояться-то, ну, ну, собственно, ты, каждую жизнь, ты, когда каждую жизнь являешься целителем, плюсом, ты ведешь людей за собой каждую жизнь, и ты тоже был и мужчины, и женщины, и предавал, и, в общем, тоже по карме там разное было, но у тебя критерий должен быть над твоим левым плечом, за твоим левым плечом всегда смерть твоя, и это, знаете, когда ты понимаешь, что, ну, хорошо, меня не станет, например, в эту минуту, что я сделаю, философские, да, какие-то моменты, ну, вот я говорю, что, вот тебя не станет, вот катастрофа случилась, цикл жизни опять, семья, то есть, кто-то зависает в процессах, я не могу уже, вот это в жертве, когда вы висите, здесь коммуникация должна быть новая, совершенно, переход к лучшему, переход вообще в другую мерность, ключ к свободе, опять кармические узлы, кто не развязал свои кармические узлы, никак не может развязать по карме, уже мертвые к вам приходят, и говорят, ну, ты аксист, ну, сколько можно из жизни в жизнь, у вас одно и то же, как будто, ты отруби уже то, что тебе нужно отрубить, все, знаете, как, если вы отрубите, вот он, серебряный меч, да, и это рыцарь света, вы, как рыцарь света, связь с луной, интуиция, прекрасная, ясновидение, яснознание, это когда ты с любовью, но ты с мечом в руке, как, кто-то не может понять этого, осознать, ну, я не буду это разжевывать, что мною руководствуется всегда внутри, когда я взаимодействую с людьми, любовь, любовь, и да, я с любовью, но я отрезаю, все, не нужное, лишнее, так действует всегда моя энергия, у вас здесь, знаете, как завершение, завершение всего вот этого огромного пласта в вашей жизни, когда вы пытались понять свою карму, что вам нужно прорабатывать и так далее, вы как будто вот это все варились в собственном соку, и это долгое время продолжалось, вот эта трансформация бесконечная, когда кто действительно взял в руки меч, и он с любовью действует, у вас гармоничное исцеление вас внутреннее, это когда в вас все настолько соединено, я, например, сегодня, когда исцелял человека, да, я призывала все стихии, да, чтобы они соединились во мне сейчас, я говорила, что я прошу не для себя, я прошу для него, чтобы его исцелить, чтобы ему стало лучше, легче, и если я проводник, то я провожу именно эти энергии, опять же, для того, чтобы человеку стало легче, у вас также, у вас сейчас гармоничное завершение, знаете, как будто все, закольцевалась история, это такая, знаете, не жирная точка, а именно целесообразность, и именно к этой точке все шло, всю свою жизнь вы шли именно к этому моменту, это, как это называется, point break, по-моему, если я не ошибаюсь, да, на гребне волны, когда ты, ты на гребне волны, вот к этой точке ты шел всю жизнь свою, ради этого ты учился, познавал, проходил свои уроки, проходил свою карму и так далее, ради этого, и у тебя сейчас будет зацветать твоя основа, вот это твой фундамент, вот от этого фундамента чистого ты будешь идти еще дальше, в цветение свое, с четким соединением, с высшими силами, с потоком, считыванием этого потока, но это раскрытие ваших всех способностей, касаемо, например, девочек, то у вас раскрываются все ваши способности, когда вы на гребне волны и вы делаете просто этот выбор, сейчас я буду действовать, я не сижу, я не долго думаю, я не простраиваю сейчас, а вот я вот сяду сейчас, что я ему скажу, или там у вас например ситуация либо сейчас, либо пан, либо парапао, понимаете? Кто сделал свой выбор, тот выходит из жертвы, из кармического урока, когда вы всегда зависаете в каком-то процессе и от вас как будто ничего не зависит, от вас зависит все на самом деле, вот, тот, кто принял решение для вас летайте свободно, вы уже птицы, ну, вселенная опять, вы сама вселенная, центр мироздания, вот, понимаете, вот, это квинтэссенция всего вашего пути, это квинтэссенция всех ваших воплощений из жизни в жизнь, и вам сейчас кажется, да, что за фигня, да, ну, не может быть, я готовился к более какому-то масштабному действу, знаете, как, это как будто человек долго-долго учится чему-то, там, познает, вот эти уроки проходит, и так далее, и он хочет где-то оказаться каким-то героем, там, супер межгалактическим героем, да, на гребне истории, какое-то огромное дело, чтобы вот его имя, там, понимаете, а это в таких мелочах проявляется, вы представляете, вот это всю свою жизнь, я сегодня просто поняла, у меня весь, вообще мой путь целителя именно к этому моменту шел, именно здесь и сейчас, когда я на дороге, когда я в машине, человеку просто делаю сеанс прямо здесь и сейчас, вот она точка, вот она квинтэссенция всего, и мне пофиг, что он не понял этого, в смысле не понял, потому что, ну как, я видела, что, это знаете, когда человек уже на грани, ему уже все равно, делать еще хотите, лишь бы просто, чтобы его отпустило, я знаю, что он не до конца понял, что произошло на самом деле, но я-то поняла, и для себя-то я знала, что это, понимаете, и мой сон перед этим, и я поняла, к чему мой сон снился, я думаю, а, вот оно что, и я ему рассказываю об этом сне, я говорю, ты представляешь, вот так, он, конечно, обалдел, ну вот оно, исцеление, баланс и выбор направления у вас сейчас, опять выбор, на самом деле, выбор всегда, он, он, знаете, как будто один, и меня потрясло сегодня синхроничность вселенной, как она работает, интересно, в общем, мы гуляли по Дербенту с мужчиной, вот мы разговаривали с ним, стали пить там кофе, в общем, с вкусными, абсолютно, с шедевральными тортами, вот, и его потрясло, просто, он мне сказал эту вещь, он говорит, такое уважение вообще, в принципе, к человеку, который, например, о своем бывшем партнере говорит только в хорошем ключе, я ему, на него смотрю, я говорю, я понимаю, о чем ты говоришь, потому что это точно такие же мои мысли, то есть я, например, считываю человекой, как он общается, как он, как он отзывается о своем бывшем опыте, да, там, о женщине своей, либо там, о мужчине, да, как, кто, и в этом мы настолько синхрон просто, я поймала это, он говорит, к тебе такое уважение, я говорю, конечно, потому что я сама это, вам постоянно говорю, транслирую это, понимаете, я на собственном примере вам пытаюсь сказать, каждый раз кто-то просто мимо ушей как будто пропускает, я не знаю, чем вы слушаете, правда, есть люди, которые слушают, я не знаю, чем, слушают они жопой, жопой слушают они, вы знаете, это этот, Семен Слепаков, да, по-моему, пел эту песенку, ну, вот реально, как будто в одно ухо вылетает, другое вылетает, потрясающее пространство работает вообще, фух, пробуждение у вас к новому, переход, опять, возрождение, переход, вот она, вот она, точка, и вы перешли уже, вы молодцы, не все, не все из вас, не все, ребята, мост этот, кто-то перешел, а кто-то, да, опять, кто с клинком, ясным сознанием, тот перешел, переход, смотрите, один выбор, либо смерть, физическая, это полное уничтожение вас, смерть, либо это трансформация, вот что вы выбираете, у вас только два, два выбора направления, либо смерть, вот сейчас, помереть и все, больше о вас никто не вспомнит, либо вы трансформируетесь, и все, не сразу вы будете считывать знаки вселенной, не сразу идет поток, не сразу вы начнете это улавливать, но у вас должна быть чистота внутренняя, для того, чтобы камертон этот смог уловить эти сигналы, опять же, вот вам сигналы дают высшие силы, на самом деле, за вами просто, воины света стоят, да, они вас не бросают, даже в те моменты, когда вы думаете, что все кончено, что вы как ребенок, вы сидите, вы не понимаете, для чего мне дан этот опыт, вы же отказываетесь даже от него, потому что вы настолько, знаете, погружены кто-то в апатию, у кого-то такое плохое состояние внутреннее, да, опять, ребят, окончание, переход, все, я больше ничего не буду доставать, ваша трансформация просто сейчас идет, полным ходом, здесь, косят, сжатва идет, сжатва за каждую душу, битва за каждую душу, что человек выберет, он свет выбирает, либо он выбирает опять, болтаться в этом колесе сансора бесконечно, либо физически вы выбираете, ну, все, да, либо вы трансформируетесь, как хотите, трансформация начинается с вашего сознания, начинается, начинает меняться ваше мышление, ваше сознание, все, у вас меняется ваша жизнь, это закон, это всегда так бывает, это закон, почему кто-то может, а кто-то начинает на себя навешивать, да это вот вы, на кого-то вы смотрите, как будто, знаете, как будто вы в себе силы, что ли, находите, сказать, да я смогу сам выйти из этого, добро пожаловать назад, я смогу это, я смогу это завершить правильно, так как нужно, осознать это, для чего было дано, то или иное, опять интеллектуальный прорыв, короче, все, ну, как обычно, да, я вам говорю, 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 это расширение ваших горизонтов, когда идет, это когда вы не застряли на одной точке, как будто, я мелкий человек, я всего лишь человек, я ничего не могу сделать, от меня как будто ничего не зависит, на самом деле зависит все от каждого человека, прикиньте, от каждого, от выбора каждого, вот если каждый будет выбирать внутри правду, внутри себя, целостность, вот эту точку, к которой вы шли все долгое-долгое время, понятно, что у каждой души свой опыт, свои какие-то наработки и так далее, но вас всю жизнь вели именно к этой точке, вы должны ее распознать, вот этот вызов вселенной, вот именно здесь и сейчас, ты либо действуешь, либо опять засовываешь свой язык в одно место, и сидишь на жопе ровном, и все, и жизнь прошла, а ты так и не взял ни один шанс свой, шанс, шанс на воплощение своей миссии, которые вас готовили долгое время, вот это знаете, как новобранцам, вот берут сначала, его муштруют, он уроки проходит, тренируется бесконечно, а потом вот эта точка, и он либо струсит, либо он пойдет в атаку, вот, ну вот выбирайте сами, куда он, радость и счастье, и плодородие здесь, мед собирать будете, мед, в общем, это и есть высшая точка мироздания, которая вас видит, сегодня я в таком состоянии немножко, вы должны это понять, мы просто, те, кто работает с людьми, понимают это, вот, и вот, когда мне шлют, например, в эти моменты, понимаете, у меня здесь открываются действительно очень важные вещи, то есть, вот именно здесь и сейчас я должна что-то сделать, а потом я смотрю, например, свой телефон, да, и вижу в личку, как мне пишут, какие-то разные люди, какие-то что-то картинки, какие-то шлют свои, голосовые сообщения, нахрена они мне нужны, я сейчас в такой точке нахожусь, а этому человеку вообще не понять, не понять, что ты не должен это, знаете, есть моменты, когда ты должен это прожить один на один, чтобы никто-то не разделял твою, знаете, чтобы тебя опять разжевали, или поделиться, зачем нахрен вот это делать, я не понимаю просто, какой-то неадекват, вот, я, конечно, не читаю такие сообщения, мне они, знаете, вот это как, вот ты действительно, ты на гребне волны сейчас, у тебя очень важное дело, очень важная миссия, прямо здесь и сейчас, я спасаю человека, да, а мне тут какую-то хуйню кидают, в личные сообщения, ты мне кто, друг, или что, зачем ты мне пытаешься этим поделиться, я не понимаю, зачем, почему у меня не приходит в голову, например, делиться с моей наставницей, теми процессами, которые со мной происходят, почему, блин, у меня это не, ну, так не происходит, а у кого-то это нормальным считается, ребят, свои процессы вы должны проходить сам на сам, осознавайте, понимайте что-то, созидайте, учитесь, заведите дневник, и туда вот это все, выплескивайте, у другого человека, тем более того, кто ведет многих людей за собой, у него нет на это времени, ну вот правда, ну нет, у него времени развязывать ваши, разжевывать ваши какие-то уроки, или что вам инсайт какой-то пришел, а я должна что сказать вам на это, молодец, да, куда вы используете свою энергию, куда она сливается, либо в перспективы ваши же, ваше развитие и открытие ваших дверей, либо вы куда-то в пустоту это все рассеиваете, и все, энергии больше нет, а вас вели к этой точке, а вы ее просто не взяли, вы просто не взяли этот шанс и все. Ну вот такой был у нас эфир сегодня. Не всегда я, знаете, фонтанирую именно преисполненностью песни, пляски, танцы и так далее, они тоже будут. Я думаю, что я немножко отойду вообще от всего, что со мной произошло за короткое, столь короткое время, всех люблю, целуем, обязательно энергообмен в любом эквиваленте, который у вас, в любом эквиваленте, который у вас существует. Благодарность. Ну так, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Дышите ровно и спокойно От вас зависит ваше исцеление Только от вас Я лишь могу помочь Дать этот исцеляющий импульс И у вас пойдет Запустится процесс исцеления Через трансформацию вашу Могу сразу сказать, что может поплохеть сначала Но на следующее утро вы будете чувствовать себя здоровым Осознанным, счастливым человеком Чувствовать себя будете спокойно, гармонично Я сейчас запускаю процесс исцеления Вы лишь должны сказать мне Своё согласие На эту энергию На энергию исцеления На энергию Гармония, свобода Гармония 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 Гармония